Еще один вопрос, сколь мы о «Зените» что-то говорим. Команда всегда обсуждаемая, как и в «Спартак», и в «ЦСК», не будем никого обижать. Сменился тренер. Ну, обычно вы, слава богу, на этом деле собаку съели, значит, тренера меняют в исключительных случаях. Тем более, что мы знаем, что «Спартак» пользовался большим авторитетом и так далее. И назначили на какой-то период «Симака». Олег Григорьевич, вот ты работал с «Симаком» много лет и так далее. И всем известный, и Олег Иванович в сборной с ним работал. Что у него, одно из его качеств, это уметь себя в коллективе так поставить, что его все уважают. И к нему все хорошо относятся, и он достаточно авторитетный человек. В общем, все то, чего не хватало «Зенита» в последнее время. И вдруг он меняет на уважаемого специалиста из Португалии. Как вы считаете, может быть, стоило вы дать ему возможность поработать? Или у него еще недостаточно опыта, чтобы работать с «Зенитом»? Ну, мое мнение, конечно, опыта маловато. И для того, чтобы сегодня работать с таким клубом, как «Зенит», мы не должны сразу эмоционально воспринимать все вопросы. Мы должны рационально-эмоционально воспринимать. Почему? Потому что для того, чтобы работать в таком клубе, как «Зенит», и добиваться больших задач, потому что там ставятся большие задачи, цели, то же самое, как в «Спартаке» и «Динамо», для этого должен быть авторитетный тренер. Не только авторитетный игрок, но авторитетный тренер, который должен пройти определенную стадию развития и концепцию работы тренера. Вот Олег Иванович сидит рядом. Выдающийся тренер, великий тренер. Прошел вторую лигу с «Красной пресней», первый дивизион, и потом «Спартак». Итак, если я сейчас приведу многих тренеров, тот же Мауриню, который начинал с детской спортивной школы, и потом… Тот же Газаев. Все мы начинали с первого дивизиона и так далее. То есть пройти надо… Вот сегодня мне что нравится? Потому что считаю, что из наших молодых тренеров все-таки, так сказать, выделяется Слуцкий. Почему? Потому что человек прошел детскую спортивную школу, второй дивизион, дубль работал. То есть он наработал определенный опыт, сегодня работает с командой, показывает хороший футбол. То есть, да, хороший футбол. И поэтому этапы становления только такие. Да, он талантливый, любой, так сказать, игрок, который заканчивает, он должен пройти. Смотрите, сколько игроков, особенно в «Спартаке», значит, сломали себе шею. Сколько бывших игроков, которые стали главными тренерами. Так было ли? Потому что кто-то заявлял, что так, значит, что надо, я все знаю, значит, оказывается, что ничего не знаю. И потом кто-то, так сказать, мы сейчас свернем горы и так далее. Но надо быть готовым, надо подготовиться к этой профессии. База должна быть серьезная. А вот насчет Симака, ну, на мой взгляд, вот те качества, о которых ты сказал, они в тренерской деятельности и в жизни. Вот его культура, его порядочность, интеллект высокий. А иногда это и мешает, это бывает и минус. Только что вот Валерий Георгиевич рассказал, как два игрока, их нужно было убрать. А как сложно вот игрока вызывать и сказать, что ты не нужен команде. Слезы бывают, обиды бывают. А вот у Симака, поскольку его все уважают, это, наверное, тоже. И в этом и слабость может быть. Он не может жестко. Пользуясь случаем, вопрос читателей ему и лично. Говорит, тебя приглашали в Зенит, на открою тайну. Был такой разговор? Нет, не приглашали. А пошел бы. Ну, дело в том, что, наверное, сегодня, как только, конечно, там освобождается или там снимает тренера, значит, начинает писать. Ну, что тут будет? Почему ассоциация? Потому что сегодня там объединенная футбольная лига. Это очень, говорю, без комментариев. Нет, 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 почему? Я отвечу на этот вопрос, я ничего не скажу. Объединенная футбольная лига и так далее, там, куркомитет возглавляю. И поэтому, ну, сказать, домыслы журналистов, специалистов и так далее. Поэтому, как ты говоришь, без комментариев и дальше. Ну, вот у нас, ты вот хорошую тему затронул насчет молодых тренеров. Они не такие молодые. Но вот когда Риан, я знаю, что в свое время мой приятель, да, и твой, наверное, Сережа Андреев, который в Ростове, тот сразу заявил после того, как закончил, мне нужна команда, я хороший тренер. И только высшей лиги. Ну, обжегся, естественно. Как все, кто сразу так заявляет. Ну, у Спартака есть вариант. ЦСКА нашел свою стезю, действительно, парень, который молодежь. У Спартака Леничев начал со второй лиги. Правильно. Со второй лиги, да. Умный, порядочный парень. Сейчас высший, хорошо играет. Команда, я ездил смотреть, хорошо, команда играет. Хорошо, в первом движении. Я говорю, претендовать может он на высшую, почему? Я и говорю, вот он все ступени проходит. Так что у Спартака перспективы тренерские неплохие. Парфенов хорошо работает, текстильщики. Здесь очень я согласен с Олегом Ивановичем, потому что без этого невозможно. Вот мой сын тоже начал тренерскую карьеру. Я говорю, поработай. Молодец. Да, молодец. Вот он начал работать. Создал команду в Москве, потом во второй лиге, потом в первом дивизионе помощником, потом сам работал. Ну и все-таки, так сказать, и задаю его. Команду вывел в высшую лигу, финал Кубка России, в Лиге Европы поиграл. Это уже говорит, что какой-то опыт, багаж уже у человека есть. А когда ты приходишь и думаешь, сейчас я все, так сказать, с большими амбициями, но совсем другие, так сказать, там ты, когда сам за себя отмечаешь, это один. Когда ты отвечаешь за все, это сложно. Поэтому к этому надо быть подготовленным. Есть много моментов, когда уже дошел до команды высшей лиги, решать надо задачи. Тренер опытный, он иногда даже по наитии, вот кого поставить. Вот одинаково два игрока. Ну, тренер с опытом, он не ошибется. А без опыта, как правило, ошибаются. Поэтому ребятам, конечно, нужно пройти. Ну, вот по поводу, Олег Ивановича, опыта и неопыта, не кажется странным, что вот в этой ситуации хозяева, ну, хозяева они всегда и платят, и заказывают музыку, вот. Что вдруг в «Спартаке» не говорить, не хочу ничего похудого сказать, про молодого тренера Гунько, который работал с дублем. Вдруг доверили ему. Обычно меняют тренера для того, чтобы команда как-то вспыхнула, я не знаю, какую-то поменялась свою турнирную жизнь. И вдруг бросает вот такого неопытного человека в топку. Хотя там есть еще и Тихонов, тоже недостаточно опытный топку, где-то поработал во второй лиге. Ну, тут варианта два. Либо они сдались в гонке за чемпионство, либо надеются, что этот парень... Я просто не знаю его как тренера, и поэтому... Может быть, у него что-то получится. И дай бог, кстати, чтобы у него все получилось. Но не исключено, что «Спартак» до конца сезона как-то без особых надежд смотрит на чемпионскую гонку. Я думаю, зря. Зря, конечно, зря. Конечно, зря. Хорошие шансы есть. Но ведь даже при всем при том, что потеряли очки в начале, особенно, так сказать, в весенней части, мне кажется, что... Я вообще думал, что основным претендентом вот до начала вот этого второго этапа будет «Локомотив» и «Спартак». Опять так же, по календарю ты смотрел. По очкам, да и по игре тоже, так сказать, в целом достаточно... Даже, так сказать, убрали, допустим, сняли «Карпина», там всего 4 очка разрыв было от первого места. Я считаю, что, так сказать, поторопились. Почему? Потому что надо было человеку дать доработать. 4 очка что-то... Мое мнение такое же. Ну, нельзя было снимать, ни в коем случае. На эмоциях там болельщики что-то против, еще что-то. Вы же руководитель, вы должны правильно понимать. Да? Значит, дайте ему доработать до конца. Дайте возможность... Совсем немного осталось. Ну, осталось-то там 5-6 туров. 6 туров. Что сделает молодой Гунько, который придет при всем, так сказать, что он из себя представляет? Никто не знает. Ну, помощник и все дальше стоит. Много помощников было, так сказать, у Пергюсона, значит, но никто из них Пергюсоном не стал. Ну, честно говоря... Да, хороший пример, кстати. Вот. Его же помощник работает. Его же помощник и в реале его, и где только не работал, а ничего из себя не представлял. Ну, то есть, это же тоже захватно. Ну, ожидали, что Валерий Карпин вместе с Леонченко, Писарем, Родионовым и Симаком создадут блок молодых реформаторов и озвучат свою предвыборную программу? Ну, я считаю, что это в духе времени. Я, честно, пока даже не знаю, что такое реформаторы, что они реформировать хотят. Ну, я не знаю. Хотя все, ну, кого-то назвал, все хорошие в всеми отношениях, уважаемые люди. У нас есть футбол, сельское хозяйство, футбол. Уважаемые все ребята, программу надо почитать. Алексей из Пушкинских гор спрашивает тебя, Олег Ванш, почему после тебя не нашлось ни одного российского тренера, который бы привел в Спартак чемпионство? Могу напомнить, что после тебя работал Чернышев, Федотов, Черчесов и Карпин. А российские, что ли? Ну, многим не дали времени, по-моему. Я вообще считаю, что все начинать надо, вот сейчас внимательно проанализировать спартаковские результаты, начинать надо с комплектования. Занимался ли тренер, старший, главный вернее, комплектованием и основательно ли занимался? Кто в этой работе участвовал, с них тоже надо спросить, потому что это дело первостепенное. Можно привести и 100 футболистов, но которые не подходят Спартаку. А можно взять точечно, 3-4, которые не то что подойдут, а потащат команду. Вопрос не только к Карпину. К Карпину вопрос, почему он не отвечал за комплектование. Может быть, он отвечал, я просто не знаю. Уже за комплектование, если тренеру не нужен игрок, я, надо сказать, его не брал. За 5 лет, за 5 лет 37 футболистов прошло. Это не так много, по-моему. Не так много. Не так много. Ну, это хорошо, на фоне того, кто заиграл, если в последнем матче с «Локомотивом» сидели на лавке, там, в «Акете», сидел Элберт, значит, надо их было брать. Я вообще сторонник того, может быть, Валерий Георгиевич меня не поддержит. Человек, которого купили, извините, приехал из-за границы у нас, из дальнего зарубежья, и играет в дубли, это огромная ошибка. Конечно. Значит, не угадали с комплектованием. Ну, 100% тоже, Олег Галанович, 100% невозможно угадать, допустим. Но если этот процент, допустим, из 10 один игрок там сидит на лавке или, так сказать, 9 играет, ну, это нормальная ситуация. Но с другой стороны, я абсолютно согласен. Если уж брать, тем более, «Спартак», значит, может взять игрока, ну, сильного игрока, вот там, как это было, так сказать, там, которые действительно выделялись, которые, так сказать, были на уровне российского чемпионата звездами. Почему? Потому что, если в команде нет звезд, то эта команда никогда чемпионом не стала. Вот Олег Галанович может подтвердить, у него были звезды, так сказать, и так далее. То же самое здесь. Вот сегодня, значит, был там в ЦСКА «Вагнер», выделялся «Вагнер», «Карвалий», «Игнашеевич», «Два Бриды» и «Звездки». Они стали звездами уже и на уровне сборных. Каркас. Да, и команда добилась большого успеха. Без звезд невозможно, это будет средний уровень футбола. И поэтому сегодня, например, я во времена, ну, понятно, так сказать, когда работал Олег Иванович, ну, любой болельщик в стране, да и зарубил, назвал бы состав «Спартака». Вот сегодня я не могу назвать состав «Спартака» вот таким стабильным. Это говорит, точно так же, как мы можем назвать сегодня состав «Барселоны», ну, в одной-двух позициях, да? Ну, да, «Бавария», «Бавария», «ЦСК», совершенно верно. А вот я не могу назвать, что вот кто-то будет действительно вот так стабильная игра. А что такое стабильность состава? Это стабильность результата и игры команды. Впечатление такое, что все время в поиске находит. Ну, кстати, вот тот самый Алексей спрашивает, почему тренер «Спартака» дает в аренду молодых игроков предпочитание посредствующих иностранцев. И в скобках писать «Дзюба», «Бария». Ну, «Дзюба» сейчас лидер «Бария». Там пробарился, могут, допустим, спартаковские начальники говорить, что он еще не акклиматизируется. Это обычная песня. Но, Олег Иванович, играет и Самедов в другом клубе, и Торбинский достаточно способный футболист. Ну, это, Александр Львович, нужно быть внутри команды, чтобы знать. Может быть, и характером не сошлись, может быть, такой разговор какой-то у Валерия Георгиевича с теми ребятами был. Мы этого не знаем. И этот вопрос, наверное, задавать нужно тем людям, которые непосредственно работали с футболистами. Но могу привести другой пример. С погребняком. Команда у меня, ну, как что назвать, ехала. Уже ясно, что мы по ним чемпионами. Команда играла. А погребняк в дубле играет и забивает хорошо. Но места ему нет. А парню очень нужна игровая практика. Я поговорил с Пашей. Первый раз он отказался, я буду ждать. Ну, не хотелось ломать. А ему нужно играть. Потом все-таки пришел сам, говорит, я поеду. Он в Ярославль поехал, да, в городе дошел. А оставил бы я его в дубле. Может, и закиснул бы. Может быть, ничего бы из него не стало. То есть здесь тоже чуть ее тренерское должно быть. Владимир Гашков из Перми спрашивает. Валерий Георгиевич, не хотите возглавить Спартак и по примеру Бескова добиться с ним золотых побед? Это будет почетная должность. Но у меня немножко другие планы. Я думаю, в Спартаке есть хорошие тренеры, я имею в виду, которых могут пригласить Спартак. Поэтому в целом у меня такого желания нет. Кем ты себя видишь в будущем, спрашивает Макс из Риги? Президент какой-то лиги, организатор турниров, президент клуба или вновь тренер? Ну, в данный момент я себя вижу исключительно генеральным директором объединенного чемпионата, который, так сказать, пытаюсь создать. Пытаемся создать не только этот оргкомитет, который занимается очень много. И мы очень много, так сказать, уже сделали для того, чтобы он состоялся. Но вы видите, есть политические моменты, которые не позволяют... Имеется в виду ситуацию в Украине сейчас. Она притормозила, да? Я думаю, что в какой-то степени притормозила. Но я думаю, что когда-то, так сказать, нормализуются все отношения. Потому что сегодня, наверное, то, что, так сказать, допустим, если взять, значит, вот наш чемпионат, 22 года, да, Олег Иванович? Уже наш чемпионат. За 22 года что мы выиграли, так сказать, на уровне? Вот во времена, когда, так сказать, работал Сеомин Романцев, значит, вот тогда команды что-то, так сказать, добивались. До полуфинала Лиги чемпионов, да, доходили, значит, там и так далее. А всего, если взять за 20 лет, значит, 22 года, всего лишь два раза выиграли клубок ОИФА. И все. Хотя, так сказать, вкладывают президенты большие деньги в команды, в клубы, но результата нет. И считается, так сказать, пределом мечтаний выйти из группы. И все. И мы добились уже больших успехов. Но я еще не слышал, чтобы какой-то тренер поставил задачу, я имею в виду ведущих клубов наших, чтобы в задачу, хотя бы, так сказать, побороться за Лигу чемпионов. Но чтобы поставил ее конкретную задачу. Потому что, так сказать, такие возможности, которые сегодня имеют, как минимум, 5-6 клубов российского чемпионата, имеют ведущие клубы Европы. И почему, так сказать, эти тренеры или руководители, так сказать, не требуют, чтобы эти клубы, так сказать, действительно, не в пределах мечтаний были. Планку повысили свою. Для себя планку повысили. Тем более, что в свое время мы после сезона, ну, в частности, Спартак вынужден был продавать лучших игроков. Правильно, чтобы содержать команду. Естественно, чтобы остальным зарплату платить. А сейчас они имеют право купить. Абсолютно верно. Это разные у нас позиции. Да, и раньше, так сказать, позиции были. Я абсолютно согласен с Аликом. Раньше совсем другие позиции. Сегодня финансирование идет. И поэтому требование должно быть. А как же по-другому? Просто получать зарплату? Я считаю, что это неправильно. Может быть, кому-то это обидно. Но я думаю, что если занимаешься, особенно, так сказать, клубы, почему-то, так сказать, приходят все, там, там, ставят ведущие клубы Италии, Англии, еще приходят ставить задачу. Только максимально. Есть клубы. Вот ведущие клубы, я говорю, там, четверка, пятерка клубов Англии, значит, там, 3-4 клуба, может, в Испании меньше, там, пару клубов, там, в Германии, так сказать, тоже пару-троечку клубов. Но все, они ставят, никто же не ставит выйти из группы в Лиге чемпионов. Для чего туда там участвовать? Ведущие клубы футбольных стран ставят одну задачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!